В планах погулять по городу, показать вам Лиссабон, съездить в Синтру и съездить на мыс Роха. Ладно, друзья, этим замечательным лиссабонским утром, пока не наступила жара и духота, мы едем в Синтру. В Синтру мы едем на электричке. Ехать 40 минут, а проезд стоит 2.25. И расплачивать за проездом также необходима вот эта карточка, которую мы купили для метро. Также через времена пополняйте деньги и прикладывайте к малидатору, проходите. Ну все, едем в Синтру, наслаждаться, пока не наступила жара и духота. В Синтру мы выехали с вокзала Россио, благо он находится рядом с нашим жилищем. На место прибыли точно по расписанию и решили двигаться к замку Мавров пешком. Мавсми показывает, что расстояние до замка чуть меньше двух километров, а набор высоты 236 метров. Идти предстоит где-то час-полтора. К замку можно доехать и на автобусе номер 434 прямо от ЖД вокзала Синтры, но зачем, если есть пешеходный маршрут? Тем самым мы осмотрим окрестности Синтры и сэкономим порядка 10 евро, что немаловажно, мы же экономные туристы в конце концов. По этой туристической тропе весьма удобно идти, она вымощена камнем и сделаны ступеньки, что облегчает подъем, не то что на гору Конокопской крепости в Абхазии. Вход в замок Мавров стоит 8 евро с человеком. Сам замок представляет собой реставрированную крепость 9 века, расположенную на холмах Синтры. Замок был построен Маврами, собственно оттуда и название. Со стен замка открывается восхитительный вид на весь живописный регион Синтра, с его лесами, холмами, дворцами и поместьями. Также со стен крепости виден дворец Пенна, он находится еще выше замка Мавров, туда мы сейчас и отправимся. Итак, замок Мавров мы посетили, но по мне так это больше крепость, чем замок. Провели здесь минут 50, погуляли, посмотрели. По мне так 8 евро слишком дорого. По-моему был оптимальный пятак за вход. Ну так все, покидаем этот замок Мавров, идем в замок Пены, также пешком. Очередь за билетами. Туристов здесь явно больше, чем в замке Мавров. От замка Мавров до замка Пены идти вообще фигня. Метров 300, наверное. Ну где-то 5-6 минут. Так вот, это не самое страшное, самое тяжелое. Самое страшное издало нас у самого замка, точнее у билетных касс, где очередь была длиннющая. И стояли где-то мы, наверное, минут 15-20. В итоге мы взяли билет за 7.50 только в парк. Потому что в самом дворце я уже был. Мне там не особо понравилось, не впечатлило, так сказать. Старинная мебель, старинные интерьеры. У нас в Питере такого навалом. Так вот, и в планах погулять по парку, подняться к самому замку, погулять вокруг замка по террасам и посмотреть виды. Потому что замок снаружи гораздо симпатичнее и красивее, чем внутри. Но это мое личное мнение. Дворец Пена – это самое попсовое место в Синтри. Именно сюда свозят и съезжаются туристы. Ну и мы не исключение. Дворец является национальным памятником Португалии. Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в список семи чудес Португалии. Короче, как многие считают, обязательны к посещению. Но это дело вкуса. Я не настаиваю. Итак, этот дворец относительно молод. Начали его перестраивать из разрушенного монастыря в 19 веке. Очередь в замок. Хорошо, что мы туда не пошли. Народу реально дофига. Купленные билеты в парк дают возможность погулять не только в парке, но и по террасам дворца. Так что это оптимальный тикет, как по мне. С терраспены открываются все те же замечательные виды на окрестности Синтри и сам замок Мавров. В часовне дворца все восхищаются витражом. Видимо, какой-то он топовый. Ну вот на этом как бы все с пеной. Движемся дальше. Вот погуляли мы вокруг замка Пена под террасом. Снаружи замок вообще крутанский. Если пищу народу было меньше. И не так жарко, и не так пить хотелось. Кстати, да, от входа на территорию замка Пены, до самого замка Пены, можно подняться пешком, как мы это, собственно, сделали. Ничего сложного. А можно на автобусике маленьком, таком, туристическом доехать. Но это совсем для инвалидов. На этом тоже очередь, я бегу. Да, и на нее тоже очередь большая, на этот автобусик. Что-то туда, что обратно. А сейчас мы идем на крест. Как он называется? Ну блин, Настя, ты же знал. Теперь мы идем от замка Пены к кресту Альта. От замка Пены до креста Альта где-то идти чуть меньше километра. К этому кресту идет мощеная дорожка. Крест расположен на самой высшей точке Синтры. Это 528 метров над уровнем моря. И не каждый турист сюда добирается. Ну, потому что не каждый об этом знает. Ну вот, поднялись мы к кресту, с которого открывается очень крутой вид на замок Пена. И теперь идем к станции. И Мопсми ведет нас какими-то потайными тропами. Но пишет 3 километра до станции спуститься. Это через парки, по каким-то вот таким вот маленьким узеньким дорожкам. Ну, народу никого нету, значит место крутое. Мопсми вывел нас к роднику. Вот такой вот родник. Написано, что пить можно. И сейчас мы будем напиваться. В общем, привал у нас. Так, спускаемся дальше. Очень крутанский парк. Где вот такие вот небольшие озерца, в которых ходится очень большая рыба. Ныряй давай, лебедь. Лебедь выходит. Молодого. Спускаемся мы уже другим путем, нежели поднимались, минуя замок Мавров. Ну вот мы и вышли в сам город Синтра. Сейчас немного прогуляемся и двинем дальше. Итак, друзья, спустились мы по парку, прогулялись мы по городу Синтра, по его ветерам улочкам и весьма неплохим этим симпатичным центром. Маленький городок такой интересный. Советую посетить. Да, но здесь в этом очень много туристов. Так вот, теперь мы в автобусе 403 и едем до Маса Роха. Белет стоит 4,25. Здесь есть такая прикольная штука. Здесь зарядка прямо в автобусных сиденьях. Очень классно, все для туристов. Так что следующая остановка у нас, друзья, Маса Роха. Край земли. Ехать на автобусе примерно минут 40-50. Так что можно отдохнуть немного от ходьбы по холмам Синтры. Ну вот, доехали мы до Маса Роха. До края земли. Самая западная континентальная точка Европы. Здесь маяк находится вот за моей спиной. А впереди крест. Народу много. Не то, что в марте, когда мы здесь были. Ну и все. Сейчас будем побываться видами, красотами Маса Роха. Маса Роха – крайне популярное туристическое место. Самая главная достопримечательность на мысе, помимо старинного маяка, это, конечно же, обалденный вид, который открывается со 140-метровой скалы. Если сюда соберетесь, а это, как мне кажется, стоит сделать, то обязательно запаститесь портвейном и сыром, чтобы посидеть и повтыкать на океан. Но это лучше делать на закате, когда не такое пекло, как днем. Ну и закат в океан – это, конечно же, круто. Можно также спуститься к океану на каменистый пляж. Есть тропинка. Но это все небезопасно. С мыса Роха мы приехали в город Кашкайш, который находится на берегу Атлантического океана. Сюда мы приехали на автобусе 403-м. И билет стоил 3,35. Так вот, попробую искупаться в океане. Потому что ноги точно надо помыть. Потому что в шлепанцах целый день сегодня шлялся. И ноги все грязные. А помыть их надо. Так что вот, буду пытаться искупаться. Свежок. Из Кашкайша до Лиссабона едем на электричке. Проезд стоит 1,90 евро. Приехали в Лиссабон из Кашкайша. Электричка стоит также, как до Синтри. 1,90 евро. И идет столько же, 40 минут. Городок прикольный, Кашкайш. Курортный, пляжный, как мне показалось. Ну все, прилетели в Лиссабон. Как говорилось раньше, день у нас насыщенный сегодня. Поэтому в нем номера. Помыться, немножко передохнуть. И гулять по ночному вечерним Лиссабонам. Так, мы немножко не дошли до своего номера. Потому что здесь такая прикольная команда играет. А в обличченый не напоминает. И это точно напоминает. Если что, подсказка вот здесь вот. И это точно аж. ну все помылись переоделись и снова выходим город гулять мы тут когда шли сюда в отель с вокзала срисовали бразильский ресторанчик кафешку не знаю короче мы сейчас идем туда ну что друзья дошли мы до бразильского ресторанчика и тут весьма приятные цены и весьма большие блюда так вот смотри что мы заказали для начала мы заказали у меня ягненок с салатом с рисом и с картошкой фри потом мы заказали моллюсков и настя заказала октобус с рисом это какая-то поэлья с этим с октобусом и по пиву взяли и сейчас мы все мы будем наслаждаться остаток вечера добиваем по классике на набережной и по классике мы добиваем спорт веном а че еще при собой не делать все спокойно друзья